Всем привет, меня зовут Александр Лютиков и сегодня Александр Емельяненко дал дичайшее интервью, в котором задел и Артура Гусейнова, которого называл то животным, то свиньей, и Александра Шлеменко, которого обвинил в желании заработать 300 тысяч долларов. Расшифровка высказываний Емельяненко в моем телеграм-канале, ссылка в закрепленном комментарии. О, ты, Саня, на троне сидишь, да? Да, император последний. Крайний, крайний император. Не говори последний. Александр, ну что, посмотрел ты уже интервью Александра Емельяненко? Да, уже посмотрел. Что тут можно говорить? Меня, значит, всегда задевает и бесит, когда они за меня пытаются выставить. Поэтому я и общаюсь, выставить непонятно кого. Это точно не про меня. Ну, про деньги. Про деньги. Ну, а что там? Вот он говорит, что тебе предлагали 150 тысяч долларов за бой с ним весной 2020 года, а ты запросил 300. Как было на самом деле? На самом деле, речь шла вообще в рублях. Доллары вообще, кроме меня, никто не говорил. Никто мне не предлагал 150. Предложили мне 7, говорят так, даже, предложили непрофессиональные переговоры. Женщина позвонила и говорит, есть 7 миллионов. 7 миллионов, Александр, есть. Готовы? Я говорю, нет. Она такая удивилась, а почему? Ну, потому что этого мало. Это мало, говорю. Какой смысл мне идти туда, драться? В бокс, если я в ММА зарабатываю больше, с бойцами своего веса. Объясните мне, пожалуйста. Может быть, я что-то не догоняю. Она говорит, ну, какую хотите сумму? Я ее назвал сумму, сопоставимую с теми деньгами, поверь мне, которые, он говорит, типа мне предложили. Если мне предложили 150 тысяч долларов, я думаю, договорились. Тем более в долларах. Вот так. Вот как тебя вообще задевают такие высказывания Александра, что вот там Шлеменко, язык в заднице теперь, драться со мной не будет? Так где он в заднице, Саня? Кто-то наоборот жалуется, что у меня язык далеко не в заднице. Я же его обсуждал. Саша, Емельяненька, скажи спасибо. Вот я с Сашей Лютиковым, он прилетел на твой бой, когда у меня был турнир. Я в своем, когда у меня был турнир, работал на твою репутацию. Пять из пяти видео, да на всех каналах посмотри, на всех каналах. С моей фамилией они залетели, а с другими, кто там, эксперты, или даже с тобой, с Марса, где вы там типа толкались, они не зашли. Поэтому, Саша, ты мне еще и должен за раскрутку твоего боя. Но ты имеешь в виду, что твой разбор боя в итоге оказался на всех каналах, которые его опубликовал, то есть мой и Саня? Конечно. Больше собрал, чем... Ну посмотри, ну пусть люди сами посмотрят. Запомни, Саша, я всю жизнь. И я тебе позвонил, наверное, единственный из бойцов, кто не стал рассусоливать по интернету, а был какое-то недопонимание, позвонил и убил их при разговоре, если ты забыл это и не заметил. Понимаешь? Что ты так не сделал, кстати. А сейчас я делаю так, как ты. И хочу сказать на твоем примере всем, что ко мне неприменительны вот эти вот, знаешь, высказывания. То есть я всегда готов ответить за свои слова перед кем угодно, потому что я знаю, что я всегда за словами слежу. Не отдаю отчет, и уж точно я от них не отказываюсь. Вот так. Ну а странно, да, что вроде как у вас было какое-то недопонимание, потом личный разговор, вы тут же мгновенно все решили. А сейчас опять. Может вам снова надо поговорить? Может ему позвонить надо? Да нет, просто знаешь, Саня, я тебе из опыта профессионального расскажу, что ты на самом деле. На самом деле Александр Емельяненко потихоньку теряет актуальность. Проиграв Марсио Сантоса, которого, кстати, они думали, что он переедет и не почувствует. И ты прекрасно знаешь, что они все так считали, согласись. Его менеджер и так далее. Сейчас он временно не актуальный. И вот эти вот все сказки их, что они там с Белатором переговоры ведут и так далее, мы это все видели. Просто сказки. Вот просто, ну, понимаешь, смешно даже слушать. И любой, кто знает, как это ведется, он понимает, что это сказки. Этого нету и не было никогда. И вот этих вот, я там через неделю берусь за, там, не знаю, за 10 миллионов, там, с тем, я там с тем. Ну, кому ты втираешь? Кого ты хочешь обмануть реально? Понимаешь? И здесь для этого мы сейчас видим. Если бы это было на самом деле, зачем бы были эти выпады в мой адрес, в адрес Гусейнов и так далее? Это все делается только с одной целью. Это делается с целью выторговать для себя следующий бой на хороших условиях. Вот и все. Уже есть конкретная схема, он про нее и сказал. Это я Гусейнов имени, он был бы не против. Но еще у него есть якобы какие-то гипотетические там бои, где-то там он там будет драться там с кем-то. Ну, выйди подерись с Дациком, он тебя уже сколько ждет, вызывает. Чего ты не дерешься? Я не понимаю. Слава тебя поставит на место и покажет по твоей ударке, по чему-то еще. Чуть людям-то лезет, я не понимаю. Тем более Артур готов, да, Гусейнов. Вроде Камил готов у нас организовать. Так организуйте, да подеритесь. А знаешь, сидеть вот эту вот, себе цену набивать и устраивать здесь такие вот разговоры. Мы те, мы эти, мы всех рвем, мы всех убиваем. Короче, все разлетаются. Ну, все же это видели, как это было. И с Магой, и с Марсио. Ты говоришь, Слава там на место поставит, Гусейнов поставит. А ты почему не можешь поставить на место? Слава, ну это некрасиво будет мне сейчас отрываться от своего боя за титул следующего. Для того, чтобы драться с Александром на серии поражений. Я сейчас про ММА говорю, а не какую-то там кулачку с маленьким бойцом и так далее. Это будет некрасиво с моей стороны. И мне кажется, это, ну это даже, ну интерес какой-то к этому теряется. Для чего мне это надо, я не понимаю. С точки зрения денег, какой-то заработка, да, чистый денег. Но если бы у меня не было других вариантов, может быть, да. Но в отличие от Александра, у меня не гипотетические варианты. И когда говорит про Беллатор, то Скотт Кокер говорит, что у него есть интерес. Это он говорит конкретно, что у него есть интерес. И он для меня заготовил бой на победителя пары в Андрефорт-Миссасе. Но это, наверное, поинтереснее, чем какие-то гипотетические противостояния с Александром Емеляенко за 300 тысяч долларов, в кавычках. Понимаешь? Смотри. Ну, и опять же, когда ты говорил, что у тебя 4 варианта на 22-й год, ты не имел в виду ни разу, что есть какой-то вариант с Емеляенко. Конечно, нет. Ну, если... Там поинтереснее варианты. Зачем мне драться с Емеляенко, не понимаешь? И денег больше, да? Я же еще раз говорю. Едем и денег, и все. Ты сам знаешь эти варианты. Что мне рассказывать? Я знаю. Хороший вариант. Как тебе высказывание? Вот у тебя есть какое-то там недопонимание, да, с Артуром Гусеиновым? Тоже ему там не понравилось твое интервью. Правда, он почему-то сказал, что ты запустил в его адрес, что он хочет тебя спросить за нелицеприятные слова, да? Хотя нелицеприятные – это справедливые. Они лицеприятные, пусть прочитают в словаре и увидят, что означают эти слова. Это, короче, те, кто говорят правдиво и нелицеприят, то есть не вылизывают кому-то, не хотят им угодить. Вот и все. Ну, извини, Артур, я всегда не был таким, который хочет говорить то, что ты только хочешь услышать. Ну, вот сейчас, мне кажется, мне очень страшно представить состояние Артура Гусейнова после того, как он увидел интервью Александра Емеляенко. Мне тоже. Слушай, ну, за это Базара нет. Вот это уже, конечно, я Александра загрубил. Я уже тоже соглашусь. Хоть у меня и не такие теплые отношения к Артуру, но я просто не могу тут сказать что-то. Вот столько оскорблений в его адресе. Как бы, ну, тут реально надо уже устраивать бой. И в чем прикол-то? Вот давай, вот честно, если сейчас поставить Артура Гусейнова с Александром Емеляенко, мне кажется, процентов 70, да даже больше поставить на победу Гусейнова. И я-то в том числе буду тем, кто поставит на победу Гусейнова. Ну, потому что АЕ пропускает очень много и ударов не имеет. Конечно. Знаешь, вот они выбрали Артура, типа, ударник, он бороться не будет. Да ему и бороться не надо. Артур очень скоростной и, знаешь, хорошая вертушечка. И спать отправится Александр только в путь. Я просто не помню, когда был последний соперник у Александра, который бил бы ногами. Да вообще не было. Поэтому я не знаю, какой выбор. Ну, мы помним, чем это закончилось. А как вообще думаешь, вот просто Артур Гусейнов сказал, что он хочет заработать 5 миллионов рублей за этот бой. Может быть, со стороны команды Александра это такая игра на понижение. Типа, давай мы тебя сейчас так оскорбим, чтобы ты за миллион был готов подраться. Может быть. Да я не знаю, Артур. Я вот в его-то жизни. Спору нет, он хочет заработать. Он забывает, что у него сейчас даже за тот же миллион у него реальные шансы выиграть и реальные шансы своей акции на будущее так задрать. У Артура, да? Да. И дождаться того момента, как Александр будет, любимая его тема, стоять с микрофоном и говорить. Артур, может быть, Римыч? Римыч? Римыч, это главная его тема. Поэтому, видишь, он так же с Марсио сказал, тут невелик час, когда он скажет. И, короче, не так долго осталось ждать, мне кажется, когда он скажет, Артур, может быть, Римыч? Да. Ну, короче, тебе интересно было бы посмотреть этот бой, да? Ну, почему нет? С Александром бои интересны, как сказал Канил, любые. Ну, а ты для себя в будущем допускаешь возможность подраться с Емеляненькой? Ну, если его все подряд будут бить уже, какой смысл? Сейчас уже это не так актуально. Да, я хотел, честно, хотел с ним подраться до Маги. И Мага мне писал лично. Да, и мне, это я первый начал качать, я и отошел уже из-за Маги в сторону. Как бы, да, ты качал, качай, дерись, я не буду его трогать. Все, я ему позвонил, мы убили его, просто нет, мы с Магой виделись. Я помню, что мы с Магой это обсуждали. Я говорю, что там, это мой боезда, без проблем делись. То есть, когда тебе РНТВ начал предлагать бой из АЕ, тебе начал писать Мага, чтобы ты, ну, попросил тебя не лезть, да? Да. Ну, тогда это было актуально, знаешь, увезти у Маги такой шанс. Ну, и плюс тебе мало предложили, да? Саня, еще раз говорю, ну, ты ведь тоже такой, ну, ты считаешь, что нормально, вот ты же зарабатываешь что-то там на своей работе. Что-то там, да. Да, и тебе предлагают сделать такую же работу, а может быть еще сложнее. Да, неизвестно, по другому виду спорта, неизвестно, как она получится. Да, там, причем в другом весе. И сказать, ну, мы заплатим за нее меньше. А ты спрашиваешь, а почему? Нет, если вы меня обоснуете, почему я должен выйти и получить меньше, я пойму, с вами соглашусь. Объясните мне, почему. Никто не стал объяснять. Вообще, Александру нужно определиться. А то он в одном интервью говорит, что не состоялся, что я в гуси 4 заставил гонять. Во втором интервью он говорит, что 300 тысяч попросит. Сейчас в третьем он скажет, что я ему сказал, что он с завязанными руками сзади будет на ручниках драться, а я с ножом буду, да? Ну, наверное, так он придумает. Поэтому бой не состоялся. Поэтому, ну, что слушать? Ну вот, подписывайтесь на мой канал и на мой Телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Как раз в Телеграме есть расшифровка высказывания Емельяненко про Артура Гусейнова. Последний вопрос. А вот, например, сейчас Магомед Исмаилов ничего тебе не пишет? Типа, Саша, не лезь до моего третьего боя с Минеевым, не делись с Минеевым. Я просто знаю больше. Я знаю то, что не знает ни кто. Поэтому у нас с Магой там, короче, есть одна темка. Поэтому еще мы поговорим совместно. Поэтому не говорит он мне ничего. Тем более я знаю, что он с Марсио собрался драться. Желаю ему хорошо подготовиться и выиграть. Что-то это очень многое зависит. У вас с Магой, значит, есть какая-то темка? Это один из четырех вариантов на 22-й год? Да. И это, кстати, твоя фишка, которую я не сказал никому. Все понял. Саня, давай. Давай, пока.